Кто уберет дорожную яму на корабельной 41 и почему, по мнению Нижнекамца, Сбербанк незаконно удержал с его счета более 20 тысяч рублей. В прямом эфире дневной выпуск новостей. В студии Вадим Струминский. Здравствуйте. Продолжение следует. Сбербанк незаконно удержал со счета Нижнекамца 22 тысячи рублей. Так считает мужчина, который обратился в прокуратуру. После проверки выяснилось, что он являлся клиентом банка и имел кредит. В марте этого года мировой суд принудил мужчину выплатить задолженность по кредиту, а представители банка удержали средства с его карты, куда поступала заработная плата. Но Нижнекамец не согласился с тем, что деньги будут взыматься с карты и подал ответный иск. Суд его удовлетворил. Между тем, банк, не убедившись в том, что приказ вступил в законную силу, производил удержание денежных средств. Накопилось порядка 22 тысяч. Позже суд вынес соответствующее постановление и банк вернул деньги мужчине. Жители Тукая-17 сегодня собрались на внеочередное собрание. Уже несколько дней в подвале дома стоит вода. По мнению жителей, никаких мер для устранения неисправности управляющая компания не предпринимает. Сейчас квартиросъемщики переживают, что порыв придется оплачивать им. Все убытки покроют за счет графы ОДН. И это не единственная претензия жителей к управляющей компании, в офис которой наша съемочная группа отправилась с жителями. Что из этого вышло, смотрите в итоговом выпуске новостей. Сегодня по всей стране отмечается День воспитателей. Это молодой праздник, приуроченный к открытию первого детского сада в современной истории России в 1863 году. В 2004 году появился День воспитателей и всех дошкольных работников. А сейчас праздник носит официальный статус. У нас в этой сфере трудится более 5000 человек. Всего в Нижнекамском муниципальном районе 95 детских садов. Совсем недавно 89-й детский сад стал призером республиканского конкурса «Детский сад года». Это дошкольное учреждение является уникальным для города. Здесь есть галокамера, комната психологической разгрузки, и застудия, и многое другое. Я напоминаю, что связаться с нами можно по номеру 40 07 70 или пишите нам на наш сайт ntr.defis24.ru. Увидимся в 17.00. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова